Мы с вами сейчас подходим к лучшему винному магазину в мире. Это магазин знаменитого Евгения Чичваркина. Это Евгений. Евгений, во-первых, самый стильный парень в Лондоне. Это деревня. Ну, Лондон же это деревня. Значит, ты самый стильный парень в Лондоне. Самая большая деревня. То есть, если раньше говорили как Дэнди лондонский одет, то теперь говорят как Евгений Чичваркин. Подразумевая, что моднее быть нельзя. Знаменит тем, что он единственный человек, кто дал двойное интервью Юрию Дудю. Ни у кого не было двух серий, кроме тебя. Да, ну, как мы видим, что не оправдались, видимо, ожидания, потому что просмотров не столько. Потому что, ну, по факту, то есть, одно интервью больше, хотя... Слушай, ну, понятно, потому что ты ее раскрутил. Теперь я слышал, что ты собралась быть на выборах, и ты понимаешь прекрасно, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. Я буду вынужден послать тебя и всю твою команду, если ты это сделаешь, пожалуйста, не делай. До того, как ты написал в Инстаграме вот эту штуку, серьезно к ней никто не относился. Да, даже не знали, кто это такая. Да, да, да. Это вот рассказ о том, что вот до того, как ты это не сказал, все было хорошо. А теперь ты это сказал, все, уже взятки за твои решения будут гораздо больше. Это политическое крещение. Это, нет, это чистое, вот то, что ты делаешь, это чистое блажение. Вот. Это нормально. Я понимаю, что ты из такой среды, где это один из основных приемов манипулирования сознанием. Это нормально. Слушай... Вы еще дрочите, это нормально. Подожди, а меня смотрят те, кто не дрочит? Я всех сумасшедших уже до ума не отписались. Ладно, самое главное, что у Евгении, если отвлечься от того, что он вывел в свет. У него есть самый крутой до сих пор, это самый лучший крупный в мире винный магазин. Он не самый крупный, есть магазины крупнее. Подарей. Самый крутой. Самый крутой, 100% абсолютно. Потому что я всем рассказываю, то есть я вот езжу и говорю, вот, Евгений, и он тот самый человек, самый крутой. Я тебе писал в Facebook, ты написал, тебя вспоминали в ресторане Доминика Буше на Гинзе. Да, потому что они по всему утоку искали 62-й год, там перейден, на 30-летие моей боевой подруги. То есть, когда я к ним пришел, и они узнали, что я из России, они с таким придыханием, вы видели царя, я говорю, у кого? Винного императора Евгения Чичваркина, он к нам имел честь вообще зайти. Я тебе на полном серьезе говорю, ты легенда стал в этом ресторане, потому что ты их удивил. Они не рассказывают, конечно, подробности, то есть они правилости какое-то сохраняют, но ты их удивил. У нас был какой-то свои напитки, и мы заказали какие-то еще. При этом их удивило то, что я такой, в общем, гопник с горы, что человек из Совка вдруг в чем-то хоть каплю разбирается. Но мы подготовились серьезно к этому, и там очень хорошая еда, и очень хороший винный лист, плюс Сомелье, который знал, где что еще можно докупить к тому, что у нас уже было. Поэтому, если ты помнишь, мы с тобой пили очень вкусное шампанское. Я до сих пор не чищу зубы после этого. Вот, и вот эти старые шампанские, это то, что наша серьезная тема, то, что мы сами любим, ценим. И вот в этом узком, сверхузком, скажем так, виде напитков, у нас есть какая-то определенная квалификация, какие-то знания. Поэтому мы этими знаниями поделились с Сомелье, и Сомелье, ну, немножко удивился, конечно. Ну, смотри, никто не произвел у них впечатления, как ты, лично. Потому что есть такая фамилия. То есть думаешь, что из-за фамилии? Да, все из-за фамилии. Чичвариться, это производить впечатление, ходить бугалем, гнуть там пальцы, кидать понты и так далее. Пойдем в старое шампанское смотреть. Пойдем. Сегодня 23 ноября 2017 года, и на нас официально пролился золотой дождь. Ну, не тот, о котором вы думаете, извращенцы, а дождь из настоящих золотых монет. Вот шампанское подписанное Маргарет Тэтчер. Смотри, оно реально ей подписано? Оно реально ей физически подписано, когда она еще была жива. А человек дешево стоит 11 тысяч? Нет, оно стоит дорого. А, это просто само по себе? Да, оно само по себе совершенно недорогое. Это какое-то шампанское, которое пьет в House of Lords. Вероятно, его покупают, я не знаю, за 20 евро. Вот сейчас. Ну, оно какое-то такое базовое вполне. Что самое крутое здесь? Самое вкусное, что я пробовал, на данный момент находится вот здесь. Ты так спрятал, чтобы никто не нашел? Нет, это просто Magnum. Это самое вкусное, что я пробовал. Это не дорого, это очень бюджетно. 1300 фунтов? 1380. 1300 фунтов за бутылку? Да, это не серьезно. Ну, мы, кстати, с тобой то, что пили, было даже дороже исходить из бутылки. Но это самое вкусное, что я. А самое редкое, наверное, 64-й салон в Magnum. И первый дом Perignon розовый, который был первый сделан. 59-й год. 59-й. И, может быть, самый старый дом Perignon 26-й. А самое дорогое здесь? Ну, наверное, вот они. Угу. И коллекция. Коллекция Кош Дюри. 97-й, 2009-й сзади. Которая. 47 тысяч это за всю коллекцию? За всю коллекцию. 97-й, 2009-й. Это не дорого, так можно купить. Ну, пиджак, да? А ну, купить уже все. Так она-то вот каждый вечер путешествия в страну мультипульти. Вот я вообще людей отказываюсь понимать. Здесь половинка 66-го, половинка 59-го. Вот это реально копейки. Вот это реально честные копейки. 166. 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 186. 178. 2119. 2223. 2325. 2324. 2226. 2327. 2427. 2227. 2426. Ты купил всю полу? Да, да, да. Вообще удивительные вещи происходят. Я считаю, что всем, кто верит в свои силы, нужно попробовать себя обязательно за рубежом. Это вот как, ну вот, как там Оксимирон съездил, поболтал на английском языке. У меня есть бренды в этом клубе, которые любят в России. Я вернусь в Маунт-Рашму в Матер-Россию! Вот. Что ему добавилось в России? Ну, не знаю, что-то добавилось от этого в России или нет. Он в стадионе собирает. Но это себе большая медаль. Но это не из-за того, что он рубился с дизастером. В том числе из-за этого. В том числе из-за этого. А при чем здесь? Почему люди должны приходить на стадион к нему в Новосибирске, если он рубился с дизастера? Он в массовую культуру ушел после этого. Потому что он попал во все федеральные каналы, он попал во все федеральные СМИ. Про него узнали. То есть если это... Нет, он был уже у Урганта до этого. Ну, еще год назад это была такая очень нишевая история. То есть это было только для ценителей и знатоков молодежи, там еще кто-то. Он бы не собирал стадионы. Сейчас после вот этого баттла с гнойным и после дизастера... Нет, после баттла с гнойным он вышел на родном языке, это само собой. А вот то, я не знаю, насколько повлияло. Ну вот хорошо, если это повлияло, тем более нужно... Те, у кого есть какая-то серьезная квалификация, нужно обязательно себя проверить на живых иностранцах. Сейчас такой период, когда очень много покупают. Поэтому у нас каждый... Это к Рождеству? Да-да-да, к Рождеству. Дальше китайский Новый год. Сегодня Thanksgiving. У тебя был из погребов Януковича? Все продали. Все продали? Конечно. Только не говори, что Порошенко купил. Нет, я не разглашаю имен покупателей. Все продали, за все бутылки я перевел деньги в таблеточки в Киев. С трудом, кстати, перевел им деньги. Также тяжело перевести и как-то помочь Лизе Алерт, которая появилась уже после нашего отбытия из страны. А после этого фильма... Кстати, единственная нормальная реакция на фильм «Нелюбовь» это купить GPS либо целиком машину для Лизы Алерт. Так поступает любой нормальный русский человек. Вот буквально час назад здесь еще стояло в два ряда бутылок. Все весь Макаллан? Да. Не весь Макаллан, это порядка 15-20 позиций. Самая большая коллекция Макаллан? Самая большая коллекция Макаллан была около 200 позиций. И вот это все, что купили в данный момент времени, час назад. Вот его запаковывают. Это одна покупка, а это другая. 42 тысячи фунт, а 51? Без НДС. Ну, 42. Самое высоко оцененное вообще десертное вино за всю историю вина. Когда сюда приехали люди из Шато-де-Кем, они сказали, что за 250 лет наше существование никто так красиво его не подал. И скопировали у себя наш стенд. Там три года после изгнания в Рангеле. Ну, это всякая настальгия. Это несколько напитков, которые мы не рекомендуем пить. Ну, и можно украсить. Да-да-да, но они не для питья. Армения. Ну, вот это реально вкусно. Где Грузия хорошая? А вот я не вижу. Вероятно, мы продали, либо не лежит прямо здесь. Только то, что мне реально нравилось. Там Сатерапеза. 22 фунта. Вот такая вот мелодия. Да. Ну, здесь наши как пробуют. Им все равно, как это называется. И с какой-то стороны есть соотношение, грубо говоря, цена-вкус. Исходя из нее, они покупают. Давай гордиться Россией. Давай. Вот. Мы гордимся Россией не потому, что... Мы, кстати, больше не выпускаем. Не потому, что... Да. Поэтому у нас... Это очень хорошее вино. Это самое лучшее из всего, что произведено в России. Когда-нибудь, когда-нибудь через как-нибудь 20 лет, вот этот вот ящик будет стоить так же, как автомобиль. 100%. Я тебе скажу, что он сейчас стоит как автомобиль Porsche. Будет стоить как автомобиль Porsche. Может быть. Сейчас он стоит как плохой, медленный автомобиль. 23... И будет стоить как... Сколько? Сейчас он стоит 23 тысячи фунтов. Да. Ну вот это мы сейчас прям сюда инвестируем, потому что мы знаем, что это все вырастет просто в каком-то ненормальном. Как биткоины. Как биткоины у нас Макалон на самом деле. Ну это было как биткоины там три или четыре года назад. Называется стокгольмский синдром. Так, мы заходим в самую главную комнату в этом магазине, в самый главный зал. Ну нет, он не самый главный, он специальный, но не самый главный. Вот по поводу Массандра, Массандра лучше чем Икем. Смотрим внимательно. Массандра 1865 года. А здесь мы обнаруживаем, что это Шато Икем. Здесь даже осталась от него этикетка, и она узнаваемая. Этикетка, которая использовалась сто с лишним лет назад. Массандра это вообще история большего, постоянного воровства. При царях воровства идей, потому что это там Малаги, Парклины. При Советском Союзе. А потом дальше это постоянное воровство самой этой земли друг у друга. А потом воровство постоянных бутылок со складов и так далее. Это история постоянного, постоянных хищений. А чего тут только нет. Это, ну вот, например, это вино, которое пил в мультике «Рататуй» Антон Эга. Да, такой там был, ресторанный критик. 33 700. Ну, это за Магнум, он пил на обычную бутылку. С 1945 по 1999 год. Это 41 литр. А, это за всю коллекцию? За всю коллекцию. 135 тысяч фунтов. Да. Это 1774-й, это самая старая бутылка, но ты ее, наверное, помнишь? Угу. Вот, из тех, которые тогда, был 1811-й, вот их было две, осталась одна, потому что одну мы продали. В какую страну? Или нельзя? В Америку. В Америку. Наше хоро соотечество сдуло в 14-м году в конце, с курсовой разницей, а потом и с санкциями. Нет, остались какие-то, которые не замешаны. Вот, но они, в целом, не делают погоды. 9 литров, 234 тысячи долларов. Отсюда дважды крали ценник. Вот это? Да. Я смотрю, это тоже. Хочешь? Мужик, продавай отдельно. 200. Кстати, сделай с них магниты и продавай по фунту. Самое, ну, дорогое наше этот. Магнитик на холодильник. Да. Ну а что, магнит на холодильник? Хорошая мысль. Видишь? Заложи мои 10%. Откуда? Как твои 2... Прошло 3 года. Как твои 2% превратились в 10? Я говорю, Женя, а где вино? А тут магазин магнитов. Сувенирный. Вот эти вот. Да-да-да. И ты в костюме бутылки зазываешь народ. Да-да-да. Это самый дорогой лот? За 3 бутылки? Есть 247 тысяч. За бутылку коньяку есть 247 тысяч. То есть, не надо воровать этот ценник? А тот Тимофей Дзитко украл ценник. Всякая приятная старая бургундия. Тут есть, например, картон за 1852 год. Кстати, очень приличный. За копейки. Это копейки. За 1880. Это реально копейки для этого. Микеланджело пистолетов в пыли. Пылиться. Недолго ему осталось пылиться. А я помню, они у тебя лежали там. А там почти все продали. Их мало осталось. Их было 7 или 8 различных. А сейчас осталось 3 или 4. Когда люди о нас пишут, мы с удовольствием об этом говорим. А когда не пишут, мы молчим. Но когда ссылки на нас, там, Олег Тиньков пьет Энри Жайер по пути в Америку, мы этим гордимся. Ну, во-первых, это вкусно. Такай за год до объединения Австрийской, Венгерской империи с Австрией. 1840-й. Продали вчера. Вот от него еще место теплое. Да, да. Теплое. 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 Кто победит на выборах президента Российской Федерации? На выборах президента Российской Федерации в 2018 году победит по формальным обстоятельствам, подтасованным и с подтасованием, запугиванием и манипулированием сознания Владимир Владимирович Путин. За кого голосовать? Честному человеку? Честному человеку нужно 9-го числа, как только будет понятно, что Навального не допускают, нужно включиться в активный бойкот. То есть ты забойкот? Активный бойкот. Это же ни на что не повлияет? Нет, это повлияет. Активный бойкот. Переубеждать, считать людей, сколько пришли, забрасывать тухлыми яйцами, делать все, что не опасно делать в стране вашего нахождения. Причем я уверен, что Навального допустят. Я не знаю. Я уверен, что нет. А мне кажется, что да. Нету? Смотри, нету. Если Навального допустят, нужно будет голосовать за Навального. Да. Потому что он настоящая альтернатива. Нравится его программа, не нравится. Считаете ли вы там, что много социализма, напишите ему свое видение. Он хочет, понятно, что всем нравится. У социалистов, когда вся в комнату, если все в комнату покрасить белым и пустить туда социалиста, он все равно найдет черное, красное, любое другое. Социализм это болезнь головного мозга. И поэтому даже у людей, которые хотят перемен, я к Навальному подхожу, бывают поражены какие-то части головного мозга, которые понимают, что Путин бандит. У них все равно мозги могут быть повреждены социализмом. И из-за того, что этих людей много, отражение того, что Навальный произносит, это чаяние тех людей, которые хотят перемен. Включая чаяние социалистов, к сожалению. Ему нужно набрать максимальную массу. Я понимаю, почему он делает. Что на самом деле в его голове, мне кажется, это гораздо правее программа, нежели то, что сейчас декларируется. Опять-таки, если программу, программу увидим, если она будет ненадлежащей, я отпишусь. У нас принято спорить. Да. Давай поспорим. Я говорю, что Навального на Путухина, конечно. Хорошо. Что Навального, я говорю, допустим, до выборов. Что он будет в бюллетене. Навальный, я уверен. Я вот настолько уверен, что Навальный будет в бюллетене. Я буду тебе должен, что? Хорошо. С меня будет, давай, ну, чтобы это было красиво, это будет Магнум Дом Периньона. Все, я сам впишу нормально. Я сам впишу его. Ну, это 200 с чем-то фунтов. Это нормально? Да. Магнум Дом Периньона. Текущего года. А если его не будет, ты приезжаешь, нет, нет, ты приезжаешь сюда и снимаешь двухчасовую передачу про нас. Серьезную, профессиональную, без дураков передачу. Вот, разбивай. Не вот так вот камера, а вот прям все по-серьезному. Хорошо? Да. Так, друзья, все у нас, видимо, ограниченного времени, потому что надо оставить что-то еще на два часа. На всякий случай. Это был, это у нас был Евгений Чичваркин. Главный, вообще-то лучший магазин. Был и есть. Да, это я всем рассказываю, всем рассказываю, да. Вот, человек, который не верит, не верит в лучшее. Никому. А я верю, я верю, что Навальный будет в бюллетене. А Путин будет на нарах? Это я сомневаюсь, потому что Навальный гарантировал ему иммунитет в случае своей победы. А мы же знаем, что Навальный победит на выборах. Ты же помнишь? Навальный же не должен наебать. Нет? Нет. Навальный не верит. Навальный не верит. Навальный Путину обещал им нет, поэтому Путин не будет на нарах, он спокойно будет мансионером. Агахский трибунал тоже обещал Путину на манитет. Навальному не выдаст. Он будет в доме престарелых диктаторов там с Лукашенко и всеми остальными. Сегодня будет хорошо. На острове как на земле Франца Иосифа. Как в осени патриарха. Да. И Навальный будет приезжать к нему и играть с ним в шахматы по правилам Чапаева. Вот так вот. Все. А мы пойдем дальше.